Халява не помогла Господи, спасибо! И у меня начинают сечь слезы И так там Я не помню ничего, абсолютно Вырезала просто Вот в двойках понимаю, это конец Рук вот так вот просто Это была роковая ошибка Все, надо как это говорить Всем привет, меня зовут Аня И вы на моем канале Сегодня мы поговорим на такую интересную и щекотливую тему Для наших нервов Как ОГЭ ОГЭ Это обязательный экзамен, от него никуда не уйти И сдавать его будут все, пока не сдадут Желательно сдать его, конечно, с первого раза Почему я решила записать такое видео? На ютубе очень много Подобных видеороликов В которых люди рассказывают И показывают, как они сдавали ЕГЭ Записывают свою реакцию Рассказывают о том, как проходит весь экзамен И другие интересующие темы, касающиеся ЕГЭ Но про ОГЭ, как оказалось, таких видео очень мало Поэтому я решила поделиться своим опытом В прохождении этой супер игры Я думаю, стоит начать с того, что же я вообще сдавала Я сдавала такие профильные предметы, как русский и математика Их сдают все в обязательном порядке По выбору я сдавала английский язык И географию Да, уже забыла, что сдавала Географию я сдавала Моя подготовка Как я готовилась? Усиленно я готовилась к трём предметам Это математика, русский и английский Давайте английский на первое место поставим Очень много туда нервов ушло Начала готовиться к английскому я с февраля 8 класса Так как у нас перенесли ВПР по английскому языку И он у нас был не в седьмом классе А в начале восьмом, где-то в октябре-ноябре Я как-то хорошо его сдала Я помню, что мне, по-моему, одного или двух баллов не хватило до пятёрки И я как-то так расстроилась, потому что я хотела пять И я думаю, ну ладно, значит всё Как-то всё это улеглось И я подумала, ВПР не сдали, значит ОГЭ сдадим Это была роковая ошибка Так судить, так думать Это была роковая ошибка Потому что ВПР с ОГЭ сравнивать вообще нельзя Это две совершенно разные области И я думаю, мы даже не будем затрагивать это Потому что это все понимают По крайней мере, в теме английского языка Когда мы начали заниматься с репетитором У меня сначала вообще ничего не получалось Я не понимала Но я вспомнила, как я делала задания по ВПР Это было точно так же Я сначала сижу вот так вот просто И не понимаю, что это такое вообще Я вот так вот Я думаю, господи, Даша, я вообще ничего не понимаю А потом как-то оно стало всё проще, проще, проще И я начала это всё уже набегать по заданиям Занималась с репетитором я два раза в неделю Мы занимаемся удалённым Весь год Восьмой класс Восьмой класс, получается, лето на девятый И весь девятый класс мы прозанимались Я начала понимать, из чего состоит экзамен То, что он состоит из устной части, из письменной части То, что это всё сдаётся в разные дни Я начала это всё соображать, понимать То, что всё вроде бы как-то всё даже как-то начало складываться У меня начало что-то получаться как-то минимально Потому что для меня английский язык Хоть и не один из самых сложных предметов Я им занимаюсь с детства Это было что-то постижимое в целях В течение года мы это всё нарешивали, нарешивали Были пробники, когда я решила на 4, на 5 Разные были пробники Следующий предмет — это русский язык Я готовилась к нему с репетитором Мы нарешивали тесты, в школе нас готовили всем, что мы тоже нарешивали опять же такие тесты Нас учили писать сочинения, писали изложения Практически каждый понедельник мы приходили И нам учительница русского языка говорила Всё, сегодня пишем сочинения Сегодня пишем тест Сегодня пишем изложения Поэтому никаких особо проблем с русским языком у меня не было Конечно, изначально, когда ты приходишь Это на всех предметах было То, что ты сидишь вот так вот просто И ты думаешь, всё, я ничего не сдам Я ничего не понимаю Это конец Но как-то оно со временем нарешивается Ты понимаешь структуру Ты понимаешь, что тебе может попасться Что может не попасться Что у тебя лучше получается Что не лучше Что хорошо, что плохо На что ты можешь спокойно рассчитывать На что нет Математика К математике я просто готовилась с репетитором Мы решали первую часть Мне было 4 с головой по математике Потому что я и математика Это очень далёкие вещи Я с математикой на вы И шёпотом издалека Поэтому 4 по математике для меня вообще было чем-то заоблачным Я погрязала просто в этих двойках по математике Я гуманитарий Да Самый первый этап, который проходят все девятиклассники Это устное собеседование Устное собеседование Это допуск к самому ОГЭ Если вы не сдаёте устное собеседование То вас, собственно, не допускают КУГЭ Но чтобы не сдать устное собеседование Нужно совсем дурачком Да Нет, конечно, кто-то сильно переживает И всё, играют нервы Но я думаю, что устное собеседование Способен сдать каждый ученик Я думаю, что можно перейти к самим экзаменам Как я сдавала Первым экзаменом у нас был английский язык Я думаю, можно посмотреть сейчас то, как я за неделю шла В принципе, довольно уверенная в себе Всем привет Я думаю, можно начать такой влог Да, с гипсом Самое время, я считаю Перед ОГЭ Можно начать влог с моей доподготовкой к ОГЭ В большей степени к английскому языку Потому что он самый первый будет Чуть меньше, чем через неделю 21 мая Сейчас у нас 15-е Вот Страшно для меня, да безумие Просто да безумие Ну, посмотрим, что будет как Сейчас мои впечатления только отрицательные От всей этой ситуации Сиду снимать гипс Сегодня у нас 16-е мая Наконец-то я с ним попрощаюсь Скучать не буду Правда Да, я уже без гипса Все прекрасно Сейчас у меня будет английский Один из... Не сказать последних, конечно, уроков Но... Итоговых, так сказать Как можно здесь понять Я чувствовала себя достаточно уверенно Наверное Я уже давно не видел эти видео Но, насколько я помню Я не сильно как-то панически боялась чего-то Прям вот за неделю где-то Я шла и, в принципе, была достаточно уверенная в себе Я понимала, что я все знаю Что все хорошо За, наверное, дней 5 до экзамена Мы с репетитором просто устроили марафон по всему, что мы проходили Мы просто нарешивали варианты Нарешивали задания, с которыми у меня были иногда какие-то проблемы Это грамматика в основном И словообразование Потому что словообразование, оно как попадется Или ты все знаешь, или ты не знаешь ничего Это как судьба Это как камень ляжет Получается четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник Вторник экзамен И вторник как раз-таки у меня был еще раз репетитор Потому что на следующий день мы сдавали усную часть Какие у меня были ощущения перед экзаменом? Я не помню, есть ли у меня какое-то видео Если оно есть, то оно сейчас тут будет Так, искренне извиняюсь за свой внешний вид Сегодня у нас два дня до экзамена Какое получается? 19 мая Я как-то начала очень сильно переживать Как мои впечатления вообще Давайте поговорим о моих впечатлениях Впечатления крайне негативные Я очень боюсь этого дня Который наступит уже, получается, через два дня Даже уже меньше, через полтора суток Полу... Полтора суток? Полутора ста Почему я вообще вышла в свет-то? Я решила пробник по английскому И я, в принципе, довольна результатом Потому что за него у меня крепкое 4 По заданию... Где тут ошибки? Где фокус? Вот Про описание Тут кое-что пропущено В принципе, сейчас мои нервы как-то немного успокоились То, что я всё знаю Относительно Вот И к тому же Вчера я решала пробник Нет конкретно А другой тоже с репетитором Меня прям накрывает люто Мне... Я просто не выхожу Очень страшно Даже это не страх Это какой-то... Я не знаю, как описать это ощущение Просто не выхожу Понедельник 20 мая Я утром сходила в школу Ушла, по-моему, после 4 урока Пришла домой Начала решать Всё как-то нормально Страшно Я помню свой страх 20 мая Мы встречаем вот так Вот Прекрасный рассвет Надеюсь, это знак хорошего дня Удача мне точно не помешает Что сказать До английского языка Остался один день Уже меньше суток Сколько часов? Я не знаю Сейчас где-то 3 часа дня Страшно ли мне? Безумно сильно Очень сильно страшно Я очень боюсь Но Уверенность в себе Мне, наверное, придают Пробники Которые я решаю С результатом Который меня устраивает Конечно Я бы сейчас не хотела загадывать Или ещё что-то Но я целюсь на Четвёрку Целюсь Вообще Если будет устная часть Хорошая То это вообще будет Подарок судьбы Я считаю Вот Поэтому Всем, кто сдаёт Я посылаю просто Я не знаю Удачу Неимоверно Сейчас, конечно Уже все всё сдали Но всё же Сейчас Я буду садиться Решать Очередной пробник Просто Сейчас уже ничего не сделать Сейчас можно только решить Очередной пробник Посмотреть Здесь какие-то пробелы Их уже даже особо не закроешь Повторить Вишью Повторить времена Повторить Написание письма Не знаю, честно говоря, что говорить Потому что у меня уже нет Ни слов У меня одни эмоции У меня дикая тревога Дикая Вот, поэтому Просто Уже ждём Да, сегодня 20 мая 20 мая По совместительству моей мамы Давтра день рождения Мне было очень страшно Мне было страшно Просто до безумия Я сидела И Я помню вот эту бурю эмоций внутри Этот безумный страх Который был Я никогда, наверное, это не забуду Это был первый экзамен И английский Для меня английский Это был самым страшным экзаменом Я переживала насчёт него больше всего И я помню, что я сижу И у меня вот такая буря эмоций внутри Я не понимаю, как мне всё это как-то в себя уложить Спокойно, чтобы оно всё успокоилось Нет, не успокоилось оно Позанимались вечером Опять же таки с репетитором Всё повторили Удачи мне пожелали Я прорешала ещё один пробник На четыре Это меня как-то успокоило Я думаю, всё Слава богу Значит, я знаю Так У нас прямое включение С 20-го Мая 20-го мая 21.47 Я закончила заниматься с репетитором Это наш крайний урок Я надеюсь По письменной части УГЭПу В английском языку И Мне сегодня попался очень сложный вариант Мы разбирали И я буквально настолько себя И загоняла И вариант сложный был Что я сидела И я вообще ничего сказать не могла Я начала до такой степени Из-за этого загоняться Что я Чуть ли сидела не со слезами на глазах Из-за того, что я сказать ничего не могу На самом деле Всё нормально Всё хорошо будет Всё будет хорошо Я в это верю Я повторю сегодня Просто слова по теме экология Вводные фразы В письме Типа Там То, что С чего она начинается И всё Всё, что я могла сделать Я сделала Всё, что Не смогла Значит, не смогла Всё Сейчас Ничего Я не смогу сделать Большего Как вам сказала Перед смертью не надлежишься А мама плохого Не посоветует Я дождалась 12 ночи Крикнула Халява приги Не знаю Как относитесь к халяве Приди вы Но я Искренне положительно Халява Приди Я тут знала Что надо кричать Три раза Я уже один крикнула Халява Приди Халява Приди Халява Не помогла На следующий утро Я встала По-моему В полшестого утра И я решила Сделать себе Шпаргалку Забегая вперёд Да Хорошо, что я её сделала Потому что Я написала Начало и конец письма Это было моим спасением Потому что Когда я зашла в аудиторию Нас завели По-моему В 9.05 Или в 9.10 Нас завели в аудиторию Мы сидим Это час до 10 Когда нам просто Начинают открывать пакеты Пока там раздают бланки 5.10 Всё Я сижу Повторяю Внутри себя Начало и конец письма И в какой-то момент У меня по щелчку пальцем Всё забывается Я не помню Я помню только вот это Вот Дир Бен Всё Я не помню ничего Абсолютно Хорошо, что У меня была эта шпаргалка Потому что Я пришла в туалет Потом посмотрела Всё хорошо На тему шпаргалок Мы поговорим Немного позже И на тему ответов Кстати тоже Потому что Все говорят Что ответы будут Ответы будут всегда Нет Мы приехали в школу Дали паспорт Собственно Взяли с собой ручки Шоколадку В итоге Что? Нам выдают бланки Позже выдают кимы Я открываю кимы И вместе с ними Открывается мой рот Который думает Ё-ма-йо Все говорили Что подставы на ОГЭ Точно не будет Не знаю Может быть так повезло мне Всё Конец Нам включают аудирование Был плохой спикер Мужчина как раз таки Когда включили аудирование Я сижу Слушаю Думаю Ну всё Это конец Не было диалогов Был какой-то человек Но вот этот спикер Как раз таки Он просто про что-то рассказывал Я уже сейчас не помню Сижу Когда я дослушала аудирование Два раза Я вот так вот села И думаю Пи*** Я после экзамена вышла Максимально без настроения Без сил Я вышла Сняла кусочек И просто потом плакала Вот кусочек Прошёл первый экзамен наш По английскому языку До этого я особо ничего не снимала Я была В состоянии некондиции Вот И Каковы мои впечатления Просто Люди поделились на два типа Те, кто Господи, я слышала это аудирование Оно такое лёгкое И те, кто слышат это аудирование В первый раз Ну, я была вторым типом Что-то я, конечно, услышала Но насколько это всё правильно Я не могу даже подумать Просто Письмо неплохое попалось По ощущениям, по крайней мере Что будет, как будет, не знаю Вообще не уверена Надежда на завтрашнюю устную часть Когда я писала пробники Я думала, всё У меня будет четыре Я вообще смотрела Все говорили, что на УГ будет очень просто Я думала, если я сложные пробники решаю на четыре Значит, на УГ мне вообще будет пять Типа, все говорили Подставы не будет Будет, ребята Будет подстава Не везде, но будет Мы живём в небольшой области И, как правило, сюда присылают Самые сложные варианты Чтобы В дальнейшем никто никуда не поступил Вот И конкретно у нас Английский был ужасным Сегодня у мамы день рождения Чисто символический пикетик Что я сказала Что ты убил Привет Ой, привет А ты чего? Ой, нет Фурму-то я не взяла Да Не приезжай, мы не в такти приедем Да Второй день Устная часть Ждала я, пока меня вызовут на устную часть Два пятьдесят Два часа пятьдесят минут Я спокойно как туда Я, наверное, сейчас после генерации Там маленько на спортивном зале Пришла раздавать учебники И Сейчас Сегодня у нас, вернее, через Какое-то время уже появляю В другую школу У нас будет Устная часть По английскому языку И я настолько спокойна Это просто Как у ДАВ У меня абсолютным счетом Это все равно Как будет После вчерашнего плохого вряда Я ни на что не надеюсь Ни на хорошее Ни на что Идти сейчас Что еще можно Показать паспорт Все Нас вызвали Мы сели за компьютеры На нас одели наушники Мы прочитали текст Текст у меня попался Который я накануне читала С репетитором Вопросы у меня были Про Вашего любимого Про книги В общем Даня, третья, получается, монолог У меня открывается монолог И я вот так выдыхаю Думаю, господи Слава богу, не экология Спасибо, господи Спасибо, что не экология У меня открывается Получается монолог И он был на тему Домашние животные Я думаю, господи, спасибо Мы это решали с репетитором Накануне буквально Вот Поэтому После устной части Я вышла счастливая Вполне уверенная в себе Устную часть английского Все, я сдала Устную часть английского языка Сегодня 22 мая Меня забрали В самую последнюю Это было ужасное Это ожидание Не то, чтобы мне было страшно Но Мне не понравилось Ждать почти 3 часа В аудитории Вот В принципе, мне попалась Хорошая тема Которую я прогоняла С репетитором И Буквально вчера И я думаю Что мне хватит того Что я наговорила Что письменную часть Я уже вообще не рассчитываю Абсолютно Не знаю, слышу что-то или нет Вечерного Вот Поэтому Дай бог Сейчас не покажу свою реакцию На английский язык Потому что я там Говорю вместе с географией Я боялась за то, что Там будет что-то плохое Интуиция меня не подводила После английского языка У нас был последний звонок Сейчас будет много Каких-то кадров оттуда Поэтому вот У нас сегодня Последний звонок И я думаю Да, извиняюсь за сегодняшний вид Но Я думаю Самое время заснять До-после Все уколоть могут Я надеюсь, я снимаю сейчас Не как в прошлый раз В прошлый раз я такая Растерялась И не снимала Как тебя доставаются Можно налоговаться? Да, идем В следующий раз В последний путь, как говорится У нас вчера был последний звонок И Я настолько рада Что я смогла поговорить Со своим первым учителем Учителем начальных классов Зинаидой Михайловной Это Просто Не передать словами Потому что Лучше учителя, чем она У меня в жизни не было И никогда не будет И я это говорю С абсолютной точностью И просто Величайшим уважением И любовью к ней Потому что Это такой учитель Это Я лучше учителя не встречала И не встречу Я это буду повторять Миллионы, миллионы раз Просто Я настолько Люблю ее всем сердцем Что я вчера Как только ее увидела Я начала плакать Просто плакать У меня потекли слезы Это Это мой любимый учитель Которому я буду возвращаться Вновь и вновь Только уже не в качестве ученика А в качестве Просто Гости Посетителя Я безмерно рада Что она встретилась На моем пути Это Это Подарок судьбы Что Я знакома с таким человеком Как она Что Она была Моим первым учителем Что Она научила Каким-то Она открыла дверь В этот мир знаний И Я буду это повторять Вновь и вновь Я ее безмерно Просто Уважаю И люблю География Мой второй экзамен Что касается Моей подготовки К географии Я к ней не готовилась Абсолютно Я по-моему Прорешала Один вариант В течение года Один вариант На майских праздниках И Сильно нарешивала Варианты За два дня До Собственно Самого экзамена Потому что Все говорили Что география Будет простой Географию Все сдадут Да Так оно на самом деле И было Потому что Мы шли Со своими атласами Нас их просто Пролеснули Чтоб там не было Шпаргалок И мы прошли на экзамен На память запишем Идем На ОГЭ По географии Ну вот Ваши ставки Как вы Чувствуете себя Отлично Мне настолько Все равно На это все Перед английским Я трясла Здесь мне абсолютно Все равно Хорошо Хорошо Нехорошо Ну пофиг География была простой Да Я не хочу И не могу Говорить за то Что она будет Такой во всех регионах И во все года Возможно Где-то будет Что-то проще Где-то Что-то сложнее Но По отзывам Ребят Которые издавали В других областях Все тоже было просто У меня По географии Только что Прошли результаты Четыре У меня Четыре По географии Я получила Четыре У меня Если мне не изменяет память 22 балла И так Там Как оно и получилось Географии Я довольна Но После того Как я вышла С экзамена По географии Я не записала Свою реакцию Потому что Я выхожу После экзамена И тут начинается Весь пиздь Который Касался Английского Я выхожу После географии Счастливая Довольная Со своими Тремя Атмосами С пустым Контейнером Из-под шоколадки С водой Спускаюсь На первый этаж Подхожу К классу Захожу Туда Вижу Классного Руководителя К ней Собственно Тоже Подхожу И она Так Ко мне Поворачивается И говорит Аня У тебя Три Я говорю В смысле Аня У тебя Три Я Вообще Не поняла За что У меня Три Я не поняла Откуда Три Она говорит У тебя Три За экзамен Я Вот так На нее смотрю За какой Тебя По английскому Три Она Так Оптимистично Мне это Говорила Я На нее Вот так Смотрю Я вышла На географию Наверное За минут 20 до окончания Может быть 25 Я сажусь Вот так Вот просто Вот так Кладу Руку на коленку Вот так Вот Я думаю Все Это конец У меня Были Это Это было Ужасно Просто Я вот так Вот сажусь У меня Текут Слезы Ручьями Просто В этот момент Я зашла в кабинет Моя подруга Подходит Что случилось Я говорю Пошли отсюда Быстрее Просто Мы выходим Из кабинета Где сидели Учителя Я просто Захлебываю Слеза Ксюша Спрашивает Что Что случилось Я говорю У меня по английскому Три Мы просто Она в шоке Я Я ревую Мы выходим Из школы Я на пороге Беру телефон Сразу звоню маме У меня мама спрашивает Ну что Как дела Типа Она думала Я скажу сейчас По географии Я захлебываюсь Я скажу это Миллион раз Потому что я Действительно В них Просто захлебывалась В этих слезах Я говорю маме Мам Мне по английскому Три Я понимаю Что все То ради Чего Я в прямом смысле Пахала Решилась просто Плохим вариантом Меня все спрашивают Как английский Что Как английский Пришли результаты А я никому Не хочу говорить Я понимаю Что все У меня Я не знаю Жизнь Там вот Для сейчас Я на это смотрю Думаю Господи Ну реально Просто у меня Тогда нервы сдали Уже Просто Не было сил Ни на что Абсолютно Искренне Извиняюсь За свой внешний вид Но Я вышла в свет Чтобы Сказать Что Сегодня Мы писали Географию Вариант Попался Хороший И Сегодня Пришли Результаты По Английскому Мне Сказала Результаты Мой Классный Руководитель И У меня Три И Если Сказать Что я Расстроена То это Будет Меньше Что Можно Сказать О Этой Ситуации Я Считаю Что Это Оценка Но Это Не та Оценка На Которую Я себя Как Минимум Чувствую Как Минимум Знаю Что Я Знаю Не На Три Вот Ну Просто Очень Обидно Что Огэ Егэ Это Максимальная Лотерея В которой Ты Никак Не можешь Поучаствовать Или Показать Свои Реальные Знания Потому Что Это Зависит От Варианта И От Спикера Грубо Говоря Я Сейчас Только Научилась Как-то Только Немножечко Отошла Забила Себе Голову Другими Вещами Сейчас Я Зайду Все Опять Будут Спрашивать Что Договорить И Опять Будут Плакать Мне Так Этого Не Хочется Ужасно Просто Что Мне Зной Что Мне Дождь Проливной Мои Друзья Со Мной За Эти Двое Суток Я Мне Кажется Выплакала Все Что Только Можно Я Села Ночью Начала Решать Очередной Пробник Если бы Мне сказали Все это До того Как Ити на Экзамен По Географии Я бы Наверное Географию Не Написала Русский Язык Это Мой Третий Экзамен На Него Я Шла Тоже Без Волнений Потому Что На Русский Язык Я Шла Понимаю Что Я Абсолютно Все Знаю Я Не Знала Что Мне Должно Попасться По Крайней Мере В Тестовой Части То Чтобы Я Все Я Ничего Не Знаю Я Ничего Не Напишу Это Все Я Не Знаю Что Мне Должно Было Попасться Чтобы Так У меня Такие Эмоции Были Я Прошла На Русский Нам Выдали Кимы И Я Начинаю Листать К Сочинению Я Вижу Дружба Господи Спасибо Я Скажу Это Много Раз За Это Видео Но Когда Я Увидела Дружба Я Все Потом Я Вижу Текст Этот Текст У меня Попался На Пробнике Именно Этот Текст Именно С Этой Темой Все Ребята Я Дала Все Тут Точно Будет Порог Только На Сочинении Я Думаю Я Не знаю Разблок На Смотрю Тестовое Задание Господи Это Подарок Судьбы Изложение Тоже Хорошее Было На счет Русского Языка У меня Нет Каких Комментариев Вот Мои Комментарии Два Часа ночи Два Часа ночи Думаю Самое Время Рассказать Как Прошел Экзамен По Русскому Движение Теста Тестовая Часть Я Вроде Как Проверила У меня Все Идеально Я Сама Все Решила Правильно Все Хорошо Сочинение Попалось На тему Дружба Это Подарок Судьбы Кто Сдает Уг Или Сдавал Знает Что Дружба Это Подарок Судьбы У нас Именно Такой Подарок Судьбы И был Поэтому Я Думаю Что Все Будет Хорошо Я Но Будем Надеяться На Лучшее Потом Получается Через Неделю Один День Как По Практике Нам Говорили Говорили Через Две Недели Но Неделя Один День Приходят Результаты Пришли Результаты По Русскому Языку И У меня Была Очень Бурная Реакция Если Будет Три Я Не Приживу Не Думаю Что Ты Там Возишь Я Захожу На Второй Который Школьный Давай Можно Небось Смотрит Давай Мы Посмотрим Опять Опять Не Поставят У меня Опять По Русскому Сколько Вам Тридцать Один Из Тридцать Трех Не Тридцать Тридцать У меня По Русскому Где Два Глава Потеряла Смотри Да По Русскому Языку У меня Пять Почему Не Десять У меня Не Десять Можно Было Быть Десять У меня Было Быть Десять У меня Пять По Русскому Языку Тридцать Один Бал Из Тридцать Трех Почему Я так Очень Обрадовалась Потому Что После Экзамена Я Вышла В пол Увере Что У меня Будет Пять Поэтому Я с ней Недоверчивые Непонимающие Друг друга Это точно Потому Что Я Не Математического Склада Ума Человек И Я Никогда Не Могла Запомнить Все Эти Формулы Я Просто Напросто Не Понимала Для Чего Они Мне Нужны Решала Я Только Первую Часть Пришла Я На Экзамен Не Сказать Что В полной Уверенности Что Я Все Знаю Но Многое Зависело От первых Пяти Задач Математику Я Написала Достаточно Уверенно Задания Были Не Очень Сложными Думала Что У меня Будет Четыре Ваше Впечатление Мы Идем Задавать Математику Очень Мы Рады Два Позор На Четыре Надо Повторить Мне кажется Таблицу Умножения Да Кстати Пять На Пять Сколько Двадцать Пять На Восемь Сорок Сорок Ну Ладно От них и будем Скакать Восемь На Семь Ой А там Уже Шесть Обижаешь Мы Все Знаем Восемь Восемь Шесть Четыре И все Оттуда Мы Скакать Не будем До Математики Попался Более Менее Нормальный Вариант Решила Я Всю Первую Часть Надеюсь На Четыре Но Я Уже Поняла Что В Этом Варианте У меня Минимум Две Ошибки Но Я Надеюсь Это был последний экзамен И отношение к русскому и математике У меня было примерно такое Что давайте мы все сдадим И вы от нас отстанете Теперь приступим к такой интересной теме Как шпаргалки И ответы Шпаргалки Мое отношение к ним Шпаргалки Да, я брала с собой шпаргалки Я вот взяла из города пару штук Это не все Здесь нет математики Здесь география Вот такие шпаргалки я брала на географию Я потом поближе подсниму Такие шпаргалки по географии Еще один такой лист у меня был Русский язык Я попробовала распечатать ответы Которые были предположительны Ребята Ответы Давайте про шпаргалки закончим У меня также были шпаргалки Которые я делала самостоятельно Но тут есть По правилу Некоторые шпаргалки Правила Ребята Хорошие мои Пожалуйста Не надейтесь на ответы Все говорят Что ОГ Ответы на ОГ Точно будут Их все Всегда сливают Не будет их Их может быть Не будет Потому что У нас Не было ответов На все предметы Кроме Русского и математики И при том И те Я сама писала Потому что Знаете Как-то ему страшно списывать Поэтому не надейтесь на ответы Особенно если Вы живете В небольшой области Математика Моя реакция Вот мои баллы Так все Сейчас пришли Результаты по математике Я сам рисую Здоровый телефон И как раз таки Последний блок Буду ли я сдавать ЕГЭ Да Несмотря на то Что я ухожу После девятого класса Я буду сдавать ЕГЭ Потому что оно Нужно будет мне В дальнейшем Для поступления Некоторые уже задают Вопросы в Телеграме Ухожу ли я после девятого Или после одиннадцатого На кого я буду поступать После одиннадцатого Или на кого сейчас Буду поступать После 11-го я никуда не буду поступать, потому что я ухожу в колледж, да, я ухожу после 9-го класса. И что я могу сказать по этому поводу? Мне кажется, я не смогу сказать, куда я буду поступать, так, на все услышания, пока я не поступлю. Пока я не поступлю. Сейчас эта профессия не то, чтобы для меня главное, нет, это что-то на запас, потому что моя мечта поступить уже после того, как я закончу колледж, в ВУЗ, наверное, это называется, институт, именно на специальность мечты, да. Наверное, я не буду афишировать это, пока я, как минимум, не закончу колледж, потому что все еще может 100-500 раз поменяться, пока я не сдам ЕГЭ. На этом все. Это все, что я хотела рассказать о своей сдаче экзаменов. Да, получилось, наверное, достаточно длинно, потому что я тут сижу уже полтора часа и разглагольствую на тему всех своих экзаменов. Надеюсь, что мой опыт был хотя бы немного полезен для вас. Ребят, не надейтесь на ответы, думайте своей головой. Идете на экзамен, ну, тут все должно быть, а не на ответах. Конечно, где-то они будут, но должны быть они только в своей голове. Поэтому желаю вам всем большой удачи. Если вы сдаете ЕГЭ в следующем году, в этом году, может быть, вы там завтра идете на экзамен, посылаю просто лучи удачи вам! Я не знаю, как... Просто удачи, ребят, удачи. Не надо сильно переживать. Сейчас я вот думаю, господи, какая-то на самом деле ерунда. Когда вот я шла на экзамен, и все это проходило, я думаю, господи, это, наверное, все. Это самое страшное в моей жизни. Нет, не страшное. Это не самое страшное. И, ну, не сдадите вы, сходите на передачу. Что от этого? Земля остановится. Что ничего от этого не произойдет. Родители вас любить не перестанут. Все будет хорошо. Все будет прекрасно. Поэтому всем удачи, всем любви. Поэтому всем пока-пока.